Говорят, у человека из поколения в поколение развивается тот орган, которым человек пользуется наиболее часто, чаще всего. Через лет сто палец, вот такой будет у человека, больше аж до колена. Я однажды стоял у лифта, я некоторые вещи повторяю, которые были по РЕН-ТВ, показаны на РЕН-ТВ, не все смотрят, да и во-вторых, это немножко в другой фокус все заведено. Но я хочу, чтобы люди уяснили, и то, что я особенно ценю своих наблюдений, я специально повторяю. Вот я стою у лифта, жду лифта, я могу ждать лифта сколько угодно, мне есть о чем подумать, о вечном. А рядом со мной стоит перчик, такой моднявый-моднявый, вот знаете, джинсы с ширинкой ниже колен, как будто донести не успел, на хопчике держатся сзади, а трусы вот так вот, видны, грязные, это вот моднявость такая. Нет лифта, я жду, а он не может ждать. 10 секунд и рука затряслась. Через 22-ая, через 30 весь организм в Паркинсон прошел, через 40 он вывынул мобильный телефон, должен думать-то не о чем. И начал кнопкотыкать, я допустил нехороший поступок, у вас жарко так. Я допустил нехороший поступок, я заглянул через плечо, что он там час, час на смс-е. Нехороший поступок, но не зря. Вот есть такой писатель, сатирик, он выступает часто за домов, он часто говорит, вы готовы? Вот он прав, вы готовы? Смотрю, он, вот, я смотрю, без чего он сейчас жить не может? Гениально. Он на смс-ку отправил, ну ты че? Это очень важно в данный момент. Без этого жить никак, да. Слава Богу, лифта долго не было. Я, глядя через плечо, дождался ответа. Ответ? Булькнул ответ. Готовы? Ответ, я ничего, ты че? Какой содержательный разговор получился. Ну, вот может быть, поэтому у меня с молодыми складываются, что они слышат, что я хочу до них донести. У нас дружба появилась с ними в интернете. Зал омолодился, мне в Кургане сделали потрясающий комплимент. Молодые не очень дружат с географией, здесь много молодых объясняют. Курган — это за Уралом налево, если пойдете. И приличный город, потому что нет ни газа, ни нефти. Приличные люди живут, воровать нечего. И, ну как вы реагируете? А до меня выступал Стас Михайлов за неделю. Это что, уже смешно, да? Вы зря, вас убьют, фанатки Михайловы, если узнают, кто сейчас смеялся. Я знаю, в зале есть, между прочим, фанатки Михайлова сейчас выпустили, для них выпустили на счастье подкову в виде бородки Михайлова. Дверям прибивать надо, гвоздями. Ну, я понимаю, друзья мои, в зале есть интеллигентные люди, на первых рядах, но их, и они не знают, кто такой Михайлов. Я сейчас объясню вам. Я тоже не знал. Я зашел в Ютуб, посмотрел несколько песен, прослушал его, 10, не больше. Я больше не мог, но у меня ощущение, что он пел одну песню все время. Первая часть, я без тебя, вторая, ты без меня. Я не настолько пожилая женщина, что мне это нравилось. Хотя, жене Медведева нравится, вы понимаете? Что говорит о вкусе, что он тревляет. Меня тут другое смущает. Есть русская поговорка, мудрость, муж и жена, на сатана. Вот это... Не, я не про Медведева, я про мудрость. И ко мне пришли устроители моего концерта в Кургане и говорят, мы вас так зауважаем теперь, сказали. И что с чего вдруг, спросил я за Дириста. Они говорят, представляете, они были организаторами и концерта Стаса Михайла и моего. Они говорят, вы представляете, у вас зал в два раза моложе, чем у Стаса Михайла. Слушайте, этого стоило жить. Я не зря жизнь прожил. Раз у меня... А в Беларуси мне сделали комплимент еще, еще увесистее. Такой, такой совсем мощный комплимент. У вас, сказали мне, один тот же зритель с Ляписом Трубецким. Интеллигентный Ляпис, это не болезнь, не лекарство, это не герпес. Это прикольно, грубо. Ну, а на РЕН-ТВ меня совсем порадовали. Они мне сказали, вы от нас, пожалуйста, никуда не уходите. Ну, они знают, что у меня популярность начинает расти из-за блогов в интернете. Потому что действительно много очень друзей везде и на Ютубе. Сегодня фильм, просмотры, фильм исторически снял документальный об образовании Руси. Слушайте, такого ни один документальный фильм не имел такого. 700 тысяч просмотров. Это два часа. Вы знаете, что такое для молодого человека? Смотри, два часа. Они тут, я две страницы напишу, они пишут мне в комментариях. Интересно, но буквок много. А тут фильм просмотрели. И, конечно, да, у меня в Фейсбуке открыто. Фейсбук по-русски это морда книга. И меня нет, поймите правильно, только в одноклассниках. Но это была бы совсем шняпа уже. Потом, мне нужны мои одноклассницы? Одноклассники! Как нехорошо над возрастом смеяться, друзья мои. Кстати, в Риге провели опрос, кто учился в одном классе, в одной школе, в одном классе с Михаилом Задорновым. 2503 человека. Это парапет набережной Волги, а не парка была у меня. Ну и, в конце концов, мне все-таки самый сильный комплимент, современный такой сделали на РНТ. Сказали, вы от нас не уходите, просим вас. Потому что наш рейтинг нашего канала, я не знаю, что с вами будет, говорит Задорновым, держится на новостях, на вас и на порнографии. Вот это сильно! Вот это я действительно не зря живу. Ну а сейчас, учитывая, что молодежи много, начинаем наш марафон, заставлю долго думать, но начну с разминки. Потому что марафон без разминки – это увечья можно получить. Но начну все-таки с коротеньких фраз, наблюдений. Некоторые из них будут умные, перед ними буду предупреждать. Мол, умная фраза. Вы уже бы знали. Знаете ли вы, что согласно последнему статистическому опросу, 60% россиян абсолютно довольны уровнем своей жизни, а 40% россиян никогда не слышали о 60%. Нормально. Для первых фразов – хорошо. Тогда умная фраза. Умная. Я действительно часто говорю, что вот, могу умная, потому что если не скажу, вообще никто не отреагирует. А сказал умная хоть кто-то? Ага, молча дурак, что-то предупреждает. Есть такая фраза русская. Дети отвечают за отцов. Так вот, фраза «дети отвечают за отцов» «Сегодня актуальнее всего для ипотеки». Вот я сразу чувствую, что в городе происходит. Сколько людей сталкивались с проблемой. Я же вас тоже сканирую, не только вы меня. Примета современная. Чем больше сила притяжения к холодильнику, тем больше масса туловища. Странно, что задние рыбы засмеялись, которым еще рано, а передние задумались. Там постарше на роде сидит. Раньше, что-то мне жарко стало, от вас энергия какая-то особая идет. Раньше, чтобы избить просто так, на улице избить, просили закурить. Теперь представляются и везут в отделение полиции. И это у вас работает. Зато они перевелись еще на русской земле, богатыри. Если на улице вас избивают или еще хуже пытаются убить, всегда найдется здоровый русский мужик, который не побоится все это снять на камеру. Слушайте, ну это какая-то беда общечеловеческая. Моя одноклассница училась вместе в школе, у нее внук родился, она помыла окно в квартире, слезает с подогонниками. Она говорит, бабушка, бабушка, не слезай, упади посмешнее, пожалуйста. Я в фейсбуке выложу. Недавно ужинали где-то с нашей группой после концерта, и молодая музыкально известная группа тоже за соседним столом сидит. Не важно, как. Вот мы разговариваем, а эти все молчат и фотографируют блюда свои. Салат, креветку. И в фейсбук отсылают. Зачем? Как же скучно этим людям жить. Церковь недавно... Я иногда буду комментировать события, которые или прошли незамеченные, или, может быть, многие забыли. Церковь выступила с предложением отменить 8 марта. Это свидетельствует о том, что Бог есть, и более того, он женат. Ну, тут почти тема почти ваша. С первого сентября в России ввели утилизационный сборный автомобиль. Он не коснулся только продукции автоваза, потому что утиль не может утилизироваться. Ну, как я вчера выступаю в Тольятти, понял, работники автоваза просят, наконец, закрыть производство «Лады». Они устали каждый год придумывать разные названия для одной и той же машины. Образование. Вот еще тема. Оно, видимо, будет платным все. Конечно, это стыдова. В стране есть столько нефти и газа, чтобы еще с родителей учеников драть деньги. Ну, стыдова. Но, видимо, ничего не сделалось, будет платным. Примета тому есть точная. Путин сказал, что платным не будет образование. Значит, будет точно совершенно. А его еще поддержал Медведев, значит, все, хана. После того, как сделают платным среднее образование, станут не редкостью такие разговоры школьников. Ты сегодня в школу пойдешь? Да не, я на мели. Родители по утрам будут рать на детей. Ты куда? Опять в школу? Мы че, те деньги печатаем, что ли? А школьники друг перед другом будут хвастаться. Тебе че родители на Новый год подарили? Айфон лошара. Мне 10 часов в диаметре. Следующей фразой я горжусь. Скоро в России все станет платным, кроме работы. Только наши, говорит, денег не будут. Дурово и аплодируют. Вообще, аплодисменты – это знак согласия. Вот я выступал в Саратове, один концерт прошел хохотали, а второй, я даже не пойму, то ли суперинтеллигентные люди пришли, они все время аплодировали и не смеялись. Это митинг у нас получился. Они просто соглашались с тем, что я говорю, да, правильно. Айфон лошара. 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 Айфон лошара.